Дорогие друзья, приветствую вас на методическом материале курсе биомеханика 2024. Да, вы сейчас смотрите самый новый методический мой материал. Вы приобрели самый новый курс, с чем вас поздравляю. Поздравляю вас с праздниками, с Новым годом, с Рождеством. И пусть в это чудесное волшебное время волшебство произойдет и с вашими стопами, с вашими ногами, с вашим телом в танце. Курс называется биомеханика латины, работа с нервами. Что я подразумеваю под работой с нервами? Сейчас я очень на простом примере, вам все объясню и вы поймете всю специфику курса. Очень наглядно, очень просто. И на самом деле задумайтесь, да, и никогда больше не будете относиться к своему телу как к данности и не будете расстраиваться, когда у вас что-то не будет получаться. Скорее всего, у вас после этого курса все начнет очень даже хорошо получаться. Потому что мой взгляд на тело человека, танцующего взрослого, отличается от взглядов других тренеров. Так вот, в чем заключается смысл работы с нервами? И почему методы и система, которую я вам дам, система работы, последовательно включающая все самые важные аспекты работы со стопами, с коленями, с тазом, с тазобедренными суставами, вот, будет работать в вашем теле? Все очень просто. Возьмите теннисный мячик. Он вам в любом случае понадобится на курсе. Я уже это про это прописал и у вас должен был быть, да, к первому уроку теннисный мячик. Если вдруг его не будет, посмотрите сейчас и в следующий раз, когда вы его купите. Это очень дешевый, да, такой инструмент, не самый профессиональный, но, тем не менее, он идеально подходит для наших с вами задач и целей. Вот, возьмите мячик. Мячик я просил и прописывал взять мягкий, видите, я прожимаю его пальцем, да, то есть пальцами можно прожать, то есть он не твердый, а он именно мягкий предмет. Так вот, попробуйте со всей силы сжать мячик. У вас это может получиться в разной степени, я имею ввиду, сжать мячик у вас по-разному может получиться, но именно применив силу, обратите внимание, как вы держите свою ладонь, да, как вы держите свою руку, чтобы применить максимальную силу сжатия в кисти. Теперь сделали, да, ну, еще раз повторюсь, не принципиально, что, какая деформация произошла с мячиком. Самое главное, обратите внимание, что вы, в принципе, смогли применить силу очень, ну, как бы полноценно применить сжатие своей ладони и напрячься. Все было достаточно комфортно, да, в напряжении. Теперь попробуйте мячик держать так же, как вы держите кисть в латине, то есть в положении латинского изгиба, то есть мы не держим мячик естественного образом, вот так я сжимал его, а я делаю изгиб, и вы сделаете изгиб. И теперь попробуйте применить сжатие пальцев, и я с гарантией скажу вам, да, вы еще, может быть, даже это не сделали, можете на другой руке попробовать, если вам не верится, что вы не смогли на этой руке сделать, тоже сделайте изгиб латинский, то есть поставьте сустав руки в другое положение, да, в непривычное, неудобное положение, и попробуйте применить силу. Я в пальцах не чувствую даже 20% той мощи, которую я могу применить в естественном положении. То есть разница не просто видна невооруженным глазом, а разница очевидна, что чтобы применить силу полноценно, вот прямо сейчас изжать мячик или какой-то другой предмет, неважно, это просто пример, да, мне необходимо, что удобное, естественное, привычное положение ладони, кисти. Вот так я могу применять силу, да, вот так я могу, а вот так не могу, мне неудобно. Что поменялось? Ведь кисть по факту, ну, она одна и та же, положение сустава поменялось, работа нервов поменялась. Вот все, вся идеология, то есть сейчас что у вас должно перевернуться в вашей голове? Ваши мышцы, ног. Представьте, что мы вот это все, я, ну, как бы показываю на руках, это удобно, привычно для вас. А теперь представьте, я это переношу на ноги. Вот ваши ноги, для вас привычное, естественное положение вот так, да, если вы с детства не танцуете, вам непривычно стоять вот так, допустим, или вот так, или вот так, или вот так. Вам привычно стоять вот так. И вот в привычном положении Вы можете применять силу бедер, силу икр, разгибать-сгибать колени, но стоит вам развернуть свои стопы в более выворотное положение, встать на полупальцы, то есть изменить наклон, изменить положение стопы. И уже применять силу через не вот такое положение, а через выворотное положение и через натянутое положение, применять силу, то есть чувствовать вот здесь силу и применять ее, то есть использовать те мышцы, которые у вас есть, или там сзади, вот в этом положении, вот в этом положении стопы использовать, не вот в привычном, вот в этом, а вот в этом, в латинском положении, вы не можете. это не означает что вы от природы не способны танцевать или это не означает что вам нужны какие-то другие мышцы или вам нужно срочно записываться в тренажерный зал и качать ноги нет ваш организм ваше тело привычно к этому и вам нужно переобучить свою нервную систему так чтобы вы могли использовать силу и здесь и вот этим мы с вами займемся переобучение нервной системы это и есть работа с нервами на этой ноте мы стартуем первый урок